Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. Эрдоган назвал Армению препятствием для мира и стабильности на Южном Кавказе. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган во вторник назвал Армению препятствием для мира и стабильности на Южном Кавказе. Армения, атаковавшая территории Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самое главное препятствие долгосрочному миру и стабильности в Южном Кавказе, сказал Эрдоган, выступая с обращением на Генассамбле ООН. Мы поддерживаем решение конфликтов в регионе как можно скорее, в особенности конфликта в Нагорном Карабахе, соблюдая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Грузии и резолюции ООН и ОБСЕ, добавил он. Президент Азербайджана Эльхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве формата и сути переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Армения оккупировала Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана. Совбез ООН принял четыре резолюции, предусматривающие безоговорочный вывод воскресения Армении с оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает игнорировать эти резолюции, сказал Алиев в понедельник. Видеообращение в связи с открытием 75-й сессии Генассамблей ООН в Нью-Йорке передает агентство Интерфакс Азербайджан. По его словам, Армения устроила этническую чистку на оккупированных территориях, уничтожила религиозные и исторические памятники, принадлежащие Азербайджану. Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Провокации и риторика, звучащие с армянской стороны ИФ, свидетельствуют о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Призываем ООН оказать воздействие и остановить эту военную агрессию. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и резолюции Совбеза ООН, отметил он. Алиев также представил ожидания стран-членов движения неприсоединения ДН на текущие вызовы в мире. Азербайджан с октября 2019 года председательствует в движении неприсоединений. «Мы, страны-члены движения, призываем задуматься о том, как необходимо реагировать на новые вызовы», отметил он. Президент подчеркнул, что страны ДН считают ООН важным инструментом в поддержке мира и безопасности. «В то же время мы выступаем за укрепление и модернизацию ООН, усиление авторитета Генассамблии ООН и за проведение реформ в Совбезе для более эффективной и прозрачной деятельности организации», сказал он. Алиев добавил, что пандемия коронавируса вновь подчеркнула значение многосторонних подходов. Президент Азербайджана также отметил, что 2020 год является важным для движения неприсоединения, так как организация отмечает свое 60-летие. В связи с этим Алиев отметил огромное значение, которое приобрели бандукские принципы после завершения холодной войны. Алиев добавил, что Азербайджан готов работать для укрепления престижа ООН. Баку ожидает от Москвы активных действий для урегулирования конфликта в Карабахе. Баку рассчитывает на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, заявила спикер Мили Меджлиса парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. «Думаю, нет необходимости говорить о роли России не только в региональных вопросах, но и в решении вопросов глобальной повестки дня. Мы надеемся, что Россия, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и всегда стремилась к мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, воспользуется своим влиянием в международной политике и сделает все возможное, чтобы положить конец этому многолетнему конфликту», заявила Гафарова в среду, выступая на заседании Совета Федерации РФ. Спикер подчеркнула, что Азербайджан всегда демонстрировал приверженность мирным дипломатическим усилиям по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта на основе признанных норм и принципов международного права, в первую очередь территориальной целостности государств и нерушимости границ. К сожалению, все усилия азербайджанской стороны по мирному решению проблемы срываются из-за неконструктивной политики правительства Армении, предпочитающего различные провокации и военную риторику. Например, как мы можем оценить угрозы нанесения ударов по гражданским объектам Азербайджана, отметила Гафарова. Спикер добавила, что Азербайджан, действуя исключительно в рамках территориальной целостности страны в пределах его международно признанных границ, никогда не претендовал на чужие территории. Но азербайджанский народ никогда не допустит создания второго армянского государства на своих исторических землях, подчеркнула Гафарова. Лавров на встрече с Гафаровой изложил ведение России урегулирования конфликта в Карабахе. Текущая ситуация и перспективы урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта обсудили в среду в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Мили Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанских отношений в политической, экономической и гуманитарной областях, тематика взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе по парламентской линии. В фокусе внимания сторон также находилась проблематика региональной безопасности, включая состояние и перспективы Нагорно-Карабахского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ. МИД подчеркивает, что встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и позволила закрепить поступательное развитие российско-азербайджанских отношений. В свою очередь пресс-служба парламента Азербайджана сообщила, что в ходе встречи глава МИД РФ отметил приверженность России, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Министр отметил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху мешают урегулированию конфликта. Это официальная позиция Москвы. Российская сторона в рамках урегулирования конфликта является сторонником возвращения пять оккупированных районов, вокруг Нагорного Карабаха, ИФ, возмещения миротворцев в регионе и восстановления транспортно-коммуникационных систем, отмечается в сообщении пресс-службы парламента. «Я хотел бы быть подчиненным лидеру Армении, когда Арцах станет частью Армении», президент Арцаха ответил Кочаряну. Президент Арцаха Араек Арутюнян в интервью общественному телевидению РА прокомментировал заявление Роберта Кочаряна о том, что он находится в подчинении властей РА. «Я долго думал, отвечать ли первому президенту Арцаха, второму президенту Республики Армения Роберту Кочаряну. Под подчиненным он имеет в виду, что за сто дней моего пребывания в должности я встречался с премьер-министром Республики Армения больше, чем любой президент Арцаха за пять лет его правления. В течение этих нескольких месяцев я принимал гораздо большее участие в программах безопасности наших двух стран, чем когда-либо прежде. Возможно, он имеет в виду, что раньше совместных заседаний Советов Безопасности Армении и Азербайджана не проводилось, теперь проводится», добавил он. «Я не хочу приводить много фактов, но, по крайней мере, мне известно отношение властей Армении к властям Арцаха в прошлом и отношение нынешних властей. Скажу еще один факт и ограничусь. Я в свое время был председателем Финансово-экономического комитета парламента Арцаха, и на встрече с президентом Робертом Кочаряном я сказал ему, что для развития финансовой системы Арцаха правительство Арцаха должно выпускать финансовые облигации. Я не скажу ответа, президент Арцаха не раскрыл скобки. По его словам, сегодня финансовая система Арцаха считается частью финансовой системы Армении, но она имеет гораздо большую независимость, чем когда-либо. Гарантии правительства Армении принимаются, облигации считаются государственными облигациями. Тогда этого не было, многое сказать не могу», добавил он. «Прежде всего, я хотел бы быть подчиненным лидеру Армении, когда Арцах станет частью Армении. Это мечта всех нас, но для этого еще предстоит пройти долгий путь, и пусть никто не ставит под сомнение наше партнерство. Достойные отношения, и эти отношения способствуют развитию системы безопасности, социально-экономическому развитию республик Армения и Арцаха, отметим». Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев, ставим лайк и подписываемся на канал.